В 1922 году Советом Народных Комиссаров РСФСР был утвержден декрет о санитарных органах республики. Но до настоящего времени он не был включен в официальный общероссийский перечень праздничных дат. С 14 сентября 2022 года его учредили в правительстве Российской Федерации. Мы сегодня награждаем самых лучших наших коллег. Это сотрудники управления Роспотребнадзора, врачи-эпидемиологи, санитарные врачи, бактериологи, вирусологи, а также помощники санитарных врачей, средний персонал, младший медперсонал, водители, технический персонал, которые проявили самые лучшие стороны именно с высокой профессиональной отдачей. Они проработали эти сложные ковидные годы. Одно из самых высоких наград за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 медаль Луки Крымского получила Чайра Накама, главный специалист, эксперт территориального отдела по Барунхемчикскому району. Молодым специалистам и ветеранам Роспотребнадзора Тувы вручили почётные грамоты, благодарности и памятные медали в честь столетия Госсанэпидслужбы России. Также были вручены благодарности главы Республики Тува и почётные грамоты Верховного Хурала. Я поздравляю сегодня наших коллег и себя тоже с такой радостью, что вековой юбилей, что на страже санэпидслужбы страны, республики, вот мы служили и наши коллеги. Что ещё хочу отметить, очень достойно наши работники Роспотребнадзора по нынешнему прошли испытания пандемией ковидом. Действительно, только благодаря санитарным врачам и врачам-эпидемиологам удалось забыть о таких заболеваниях, как корь, чума, сибирская язва, краснуха. Весь мир знает, как два года боролись врачи с коронавирусной инфекцией. Вся работа Роспотребнадзора выстроена вокруг одной ценности – заботы о благополучии человека, его здоровье и жизни.